всем привет друзья с вами варчик и это рубрика которая будет теперь выходить по понедельникам будем смотреть самый жесткий бой за прошлую неделю что люди наиграли за неделю и посмотрим что там происходит у людей в боях как они нагибают ну и вот за прошлую неделю самый жесткий бой который по цифриком случился это вот на карте линия маннергейма на вз 111 g ft это 9 уровень и на девятки набить больше всего урона ну посмотрим что тут произошло в этом бою а в этом бою нету десяток нету арты пт-шек довольно таки много целых шесть штук ну и все остальное жирненькие тяжи видимо на жирненьких тяжах наш герой и набил весь урон довольно таки не популярная ветка эти китайские пт-шки это какие-то жирные ису-152 растянули их на всю ветку и получились такие вот жирные бронированные с большими дренами такие вот телеги ну и что у нас тут один супергерой на п-44 пантере качает итальянца или то так надо рит итальянца качать но видимо и на десятки так будет врываться почему бы и нет ведь как говорят разработчики геймплей в большинстве случаев пытаются быть похожим вдоль всей ветки ну я думаю что в этого чувака геймплей точно будет похож не только вдоль всей ветки который врывался на пантере у него там наверное геймплей на всем аккаунте на всех боях на всех танках в принципе на всем все у него там похоже потому что так въезжать но не знаю видимо он куда-то спешил спешил наверно на вторую смену там или не знаю куда просто поехал сдох мы видим уже 2000 урона и в принципе пожирным тяжиком нормально так заходит снаряда у этого танка немного но ему много не надо ведь у него тут альфа 750 пробитие бэбэшкой 290 на девятом уровне пробитие голдой 395 395 полет снаряда скорость полета 760 какой ужас и у всех у всех трех снарядов скорость полета 760 а зачем пойдет шо бэбэшка шо кумуль шо фугас все летит одинаково гениально кстати раньше насколько помню тут не было таких вот холмиков от которых можно поиграться на этом балкончике был сразу такой вот обширный вид на твою корму для выезжающих тяжей сейчас мы видим тут какой-то холмик можно даже от башенки или в нашем случае от рубки поиграться ну и что арты нет все стоят аккуратненько играются и никуда не спешат замечательный бой как там говорят артоводы без арты боев не бывает и вообще игра не игра ну вот люди спокойно себе играют и ни о чем не переживают без арты не пробивается кулем кукулем кулюмулем не пробивается из 3 в маску видимо 400 пробития недостаточно фольга на маске отлично отбивает километровые пробития у нас тоже броня в рубке есть станкуем голду и са 3 и вообще чет ничего никуда не спешит все на расслабончики приятненько командой за четыре минуты не сдохла не союзная не вражеская арта никого не напрягает все спокойненько играют пока что-то с пробитием 400 ничего не пробивается удивительно но 3 500 урона уже кстати есть 3 500 урона у нас есть пробили мы начале боя п 44 пантерку которая там сливалась потом 705 пробили и са 3 пробили и объект 257 4 пробития 3 500 урона все на девятом уровне 4 пробития и средуха в принципе уже и отбита такое жесткое пробитие конечно жесть непонятно зачем здесь кумулями на самом деле стрелять мне кажется она там и бэшками бы пробивалась тем более су третьему там ему главное попасть а не пробитие большое потому что как мы видим и су третьему все равно какой снаряд него залетают главное попасть не в маску а там в крышу или еще куда-нибудь здесь у нас в за 120 я сразу подумал как он взрывается готов 1000 с хвостиком вылетают у нас 1094 нормально я честно говоря не понял он типа реально взорвался или чё или это альфа такая вылетела поехали посмотрим ну да конечно нормально такая движуха это нас альфа такая вылетела башню вроде на месте находится то есть это просто нас а мы фугасом типа стреляли чё вот я щас не понял он сейчас фугасом стрелял или не фугас но сейчас он фугас зарядил и стрельнул в куст а до этого не заметил я чем он стрелял но вылетела альфа здоровенная 1000 с хвостиком у него как раз фугасом 1100 альфа а кто кто он думает что там может кусту стоит 92 но два раза он уже не попал мне кажется надо в правую часть куста стрелять и возможно сейчас высыпется лтшка с куста смотрим ну в правую часть вот мне кажется что лтшка стоит от тупо от справа еще чуть правее да вот прям лишь прям чувствовал он влево пострелял несколько раз думаю ну вот все справа лампочка загорается все очевидно нормально так короче мы тут с ним это скоординировались через реплей четенько четенько 4 600 дэмэджа плюс еще вот корявенькие текстурки рельефа земли подъехали 5 200 дэмэджа и это еще далеко не все счет 74 а урона еще будет много нормально так реализовал балкончик пострелял налево направо все не спеша если бы была арта в бою бой был бы в тысячу раз до более дурной в плане того что некоторые бы никуда не поехали а некоторые поехали поразделились бы те кто поехали вперед активно играть по умирали бы от арты тех кто никуда не поехали в конце боя сдохли бы потому что всю карту отдали и получился бы абсолютно дурацкий бой залетает еще в сушку на 354 отлично чисто бой с точки какой-то такой вот бой из 2013 года постоял стрелял чисто стоялого никуда не спеша мне кажется сейчас все владельцы всяких там ису которые по 8 лет на утесе внизу стоят они сейчас такие типа блин у меня таких боев не бивает давай почему ему так везет да он наверно задонатил или еще что нибудь да в такие бои я тоже поиграл на стэшки да на тяжи на птшки такое не любители таких вот птшек но челику нормально 6 360 урона это еще не считаю то что бывали уроны блайндами дата 92 едем за протон сейчас тупо его съедим тупо сидим влд можно бах пробитие метр нормально не принципе непонятно а кто этот танк должен танковать у него бэбэшка пробитие 295 вот из м чем он его может танкануть мне кажется в такой позе ничем и баки его тоже сказали такие ничем и все в принципе 7500 урона катимся дальше и самое что интересно все на карте стоит и ждет пока китайская птшка добьет еще уронщика куда-то там плюнул 579 нормальный разброс альфы кстати 200 меньше 200 больше нормально вы представляете если альфу стандартным снарядом увеличат какой более жесткий разброс еще будет это же просто жести сейчас плюс-минус 200 там разлетается в разные стороны то потом будет плюс-минус 400 разлетаться это будет очень ага то есть он своим хоботком просто проглотил снаряд невероятно невероятно довольно таки увлекательный геймплей на этом танке если играть в такие вот спокойные бои да 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 то есть он думал что если снаряд проглотил то теперь и танк китайский весь проглотит на чисто своими этим пиву пиву семечками давай а не пробил понимаю понимаю интересный враг попался он просто хоботком снаряды съедает неплохо это какие-то тайные приемы шаолине там не знаю просто хоботком снаряды отбивать ну да да и я не удивлюсь если хоботок у него даже не ломался дайте дамага 8 500 дома больше урона бога урона походу ваш локста все хватит тебе урона союзник потопил союзника не ну под тут пока война идет там вот на краю карты у иса 3 какие-то своей цены своя война мне даже интересно чем там можно было заниматься на эссе 3 так пока у нас тут происходит война тут пацаны и что-то в свою игру какую-то играют один чел афк а другой его воды заталкивать не ну в принципе каждый в бою занимается своими делами кто-то дамагер кто-то рыбак вот такой вот простой бой и это в топе по урона за неделю понимаю с вами был арчик играть красиво пока а а а а